На Ямале за неделю выросло количество пациентов с коронавирусом. В Муравленко заболел 51 человек. Лица дружбы. Муравленковский колледж заключил соглашение о партнерстве с коллегами из ДНР. Дать технике вторую жизнь и сделать ценный подарок. Муравленковцы участвуют в акции «Добросборка». На Ямале за минувшую неделю увеличилось число заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Муравленко ковид выявили у 51 человека, а вот количество случаев у РВИ снижается. За последние семь дней в поликлинике города с симптомами простуды к врачам обратились 115 человек, из них 27 детей. Это на 15% больше, чем недели ранее. Основные жалобы у пациентов остаются прежними. Повышенная температура, слабость, першение в горле, кашель, течение износа и головная боль. Симптомы эти, они из года в год у нас повторяются. Меняется только выраженность какого-либо из этих симптомов. При всех случаях обращения в городскую больницу берутся мазки на ковид и на грипп. За неделю у 51 человека лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Из них 13 дети. Гриппа в этом эпидсезоне пока не зарегистрирована. Врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию. Прививаются старшие лица старше 60 лет. Лица, которые страдают хроническими заболеваниями. В обязательном порядке сотрудники образовательных учреждений, медицинских учреждений. Лица, которые идут на призывную кампанию, конечно же, тоже прививаются от гриппа, также от ковида. Беременные женщины достаточно хорошо в этом году идут на прививку, потому что все-таки осложнения гриппа у беременных тоже достаточно серьезные. На сегодняшний день в городе привито более 15 тысяч горожан. Вакцинация помогает легче перенести болезнь и обезопасить себя от тяжелых осложнений. Наиболее частым из них является пневмония. С таким диагнозом на прошлой неделе было госпитализировано в больницу Ноябрьское двое муравленковцев. Чаще всего ей подвержены лица с ослабленным иммунитетом, либо лица, страдающие какими-либо хроническими заболеваниями. Сахарный диабет, бронхолегочные заболевания, ну и, конечно же, дети. Профилактикой пневмонии также является вакцинация и своевременное обращение и лечение к врачу. В настоящее время в Муравленко привиться от гриппа можно вакциной гриппол-квадреволент. Препарат защищает сразу от четырех штаммов. Для детей в поликлинике имеется вакцина Савигрип. А вот от ковида обезопасить себя можно с помощью препарата Консавел. Медики отмечают, не стоит забывать и про бытовые меры профилактики. Это проветривание помещений, это влажная уборка, это мытье рук, промывание носовых пазух и меньший контакт с большим количеством людей. Кроме этого, следует добавить в распорядок дня умеренные физические нагрузки, вести здоровый образ жизни, а в ежедневный рацион питания включать больше овощей и фруктов. Инна Борисова, Антон Иванов, Новости Муравленко. В Муравленко продолжается реализация проекта «Добросборка». Жители города отдают активистам сломанные бывшие в пользовании компьютеры и комплектующие. Волонтёры их чинят и улучшают. После ремонта и диагностики техника отправляется служить семьям, которые нуждаются в поддержке. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в гости к вам. В этот раз проект «Добросборка» помог многодетной семье Керимовых. Двое детей учатся в школе, ещё один в колледже. А вот рабочего компьютера у мальчишек не было. Теперь, благодаря волонтёрам, этот вопрос для семьи закрыт. Мы хотели очень сильно компьютер, чтобы делать домашние задания, которые нам задали. И находить всякую информацию, чтобы сложно не было учиться. И действительно, учащиеся сегодня выполняют задания на образовательных онлайн-платформах, пользуются поисковыми системами. Без компьютера просто не обойтись. О том, что получить технику, хоть и бывшую в употреблении, можно совершенно бесплатно, многодетная мама узнала в храме. Активисты проекта находят благополучателей самыми разными способами. У нас пятеро детей, все мальчишки, семья у нас большая. Благодаря этому проекту мы получили свой личный компьютер. Теперь будем улучшать навыки по ориентированию в информационной вселенной, получать новые знания. Добросборка – проект Центра развития добровольчества «Ямал. Это люди». Сейчас он реализуется сразу в нескольких муниципалитетах округа благодаря грантовой поддержке региона и неравнодушным ямальцам. Идея проекта в том, что северяне сдают в мастерскую ненужную компьютерную технику. Волонтеры ее ремонтируют, дорабатывают, словом, дают вторую жизнь. А затем безвозмездно передают семьям с детьми, которые особенно нуждаются в поддержке. Когда мы дарим компьютерную технику, мы гарантируем его работоспособность. Если с ним происходят какие-то поломки, понятное дело, потому что это где-то бывшая использованная техника, то она может поломаться. Компьютер, электроника – такое дело. Мы, естественно, его приводим в порядок, меняем деталь сгоревшую, запчасти меняем и опять-таки предоставляем дальше в пользование. И это все безвозмездно. В этом году поддержку уже получили свыше ста ямальских семей из числа многодетных, коренных и малочисленных, а также семей, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Семьи очень рады. Отрадно видеть детей, которые счастливыми глазами смотрят с благодарностью на тот подарок, который мы преподносим. Тепло от этого и радостно на душе. Северяне могут внести свой вклад в общее дело. Например, сдать активистам ненужную технику, мониторы, системные блоки, процессоры и другие комплектующие. Или стать волонтером-техником. Алена Гафарова, Сергей Лукович, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Лица дружбы к федеральному проекту присоединился и Муравленковский многопрофильный колледж. Теперь у учреждения появился по братьям в Донецкой народной республике. Подписано и соответствующее соглашение о партнерских отношениях. Сотрудничество ММК с Великонадольским лесотехническим специализированным колледжем имени Виктора Егоровича фонграфа началось еще полгода назад. А вот в таком формате в рамках телемоста колледжи по братьям и встречаются впервые. И с одной, и с другой стороны присутствуют как руководство образовательных учреждений, так и студенты. Я бы хотела рассказать про практику, как и где она проходит, а также про мероприятия, которые мы совместно с учреждениями организовываем для детей. Также наши ребята делятся опытом участия в строительных студенческих отрядах, РДДМ, волонтерском движении и насыщенной событиями студенческой жизни. О своем учреждении рассказывают и побратимы из ДНР. У Великонадольского лесотехнического колледжа богатая история. Ему 180 лет. Сузи готовят высококлассных специалистов для отраслей лесного и садово-паркового хозяйства, экономики и энергетики. Учреждения, сохраняя вековые традиции, следуют и новым трендам в области образования, науки и инновации. В рамках сотрудничества колледжей побратимов – огромное поле для совместной работы. Я сегодня сразу предложил, они откликнулись. Пожалуйста, приедьте здесь, помогите нам с ландшафтным дизайном. Поделитесь практикой, как вы экологически природосохранение лесов. Потому что у них такая же хвойная леса, как они сказали. Поэтому в этой части, я думаю, мы будем друг другу полезны и интересны. Чтобы познакомиться с Муравленковским колледжем поближе, директор Александр Линденгольц приглашает побратимов в гости. Тем более, есть повод встретиться. В декабре состоится межрегиональный чемпионат «Ямалскилз». Мы в этом году можем принять трех человек. То есть, это все за наш счет. Пожалуйста, с 11 по 16 декабря у нас будет проходить наш чемпионат. И в рамках чемпионата можете уже сами решить, кто к нам приедет. Мы понимаем, что вы не готовились по нашим стандартам. Можно вне конкурса принять участие. Можно просто приехать, познакомиться ребятам с нашим учреждением и с нашим городом. Для того, чтобы уже продолжать такие конкретные шаги по нашему сотрудничеству. За шесть месяцев партнерства колледже по Братиму была оказана методическая помощь в содействии в разработке образовательных программ. А с подписанием соглашения об установлении по Братимских отношений дружба между двумя СУЗами станет еще крепче. Татьяна Болко, Виталий Седняев. Новости Муравленко. Муравленко стал одним из девяти муниципалитетов в регионе, где в пилотном режиме запустили всероссийский проект «Самбо в школу». Учащихся обучают азам спортивного единоборства в пятой школе. В первую очередь изучают у нас элементы самоостроповки. Ученики первых четвертых классов пятой школы, начиная с сентября, изучают основы самбо. На уроке все как на настоящих тренировках у спортсменов. Борцовский ковер, форма, упражнения. Я думаю, что это интересный вид спорта. Я люблю бороться и отрабатывать броски. После этого мы еще тренируемся и бегаем 10 минут. Можно навыки получить, знания. Можно оборваться, получать всякие награды. Учитель физкультуры Сергей Сидорюк детально объясняет, как выполнить разминку, тот или иной элемент борьбы, а также как правильно самостраховаться. В марте этого года в рамках проекта педагог вместе с еще двумя коллегами прошел курсы повышения квалификации при Федерации самбо Ямало-Ненецкого автономного округа в Губкинском. Детей мы обучаем первоначальным навыкам. Самостраховка, самогруппировки, также различные виды захватов. Детям нравится, они просят больше уроков самбо, но мы проводим только один раз с ними в неделю, как третьим часом физкультуры. Для полноценных тренировок в рамках проекта в образовательном учреждении созданы все условия. Мы закупили к началу учебного года ковер, закупили несколько комплектов форм для каких-то показательных выступлений. То есть материальную базу пока... И когда мы переедем в здание пятой школы, этот ковер уже по размерам малого спортивного зала сделан. И плюс у нас еще закуплены мягкие обивки стен. К всероссийскому проекту «Самбо в школу» Ямал присоединился полтора года назад. Было подписано трехстороннее соглашение между Федерацией самбо Москвы, Окружным департаментом по физкультуре и спорту, а также Федерацией самбо Ямала. Скоро этот вид спорта появится во всех школах региона. Основная задача – привить детям любовь к двигательной активности, научиться их владеть своим телом, координировать свои движения. И быть успешным как в физической культуре, так и, возможно, получить увлечение, которое поможет им в жизни, в том числе в области спорта. Сегодня в автономном округе самбо занимается 1100 человек в девяти муниципальных образованиях. Проект «Самбо в школу» помогает решать задачи федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Антон Иванов. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok